Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Сегодня я расскажу вам о своем любимом геле для душа. Да, у меня появился гель для душа, у меня появился свой любимчик. Кто смотрит мой канал как минимум полгода, знает, что у меня также есть любимый шампунь. Пантин, правильные два в одном, его очень трудно найти. Это Макси Формат, который мне очень нравится, который я применяю для уборки, просто потому что, ну, альтернатив такому классному моющему средству, с таким классным, хорошим запахом, который оставляет любые поверхности, поверхности сантехники, поверхности, в Италии это называется рубинитрия, то есть это непосредственно смесители, любые, блестящие, либо матовые, хромированные, а также поверхность стекла в душевой кабине, а также поверхность плитки, если вдруг у нас душевая кабина, как в моем случае, одна, точнее, душевая кабина не имеет стекла, но полностью выложена плиткой, и все это остается, внимание, без известкового налета. Я не применяю ни уксус, ни какие-то другие средства для удаления известкового налета, и все это прекрасно удаляет мне пантин прави. Пантин прави также является для меня универсальным средством для мытья окон, универсальным средством для мытья полов, универсальным средством вообще для обработки, для влажной уборки, для обработки любых поверхностей. Но у меня появился вот такой любильчик. Кто-то скажет, Яна, как вообще такие вещи попадают в твой дом? И кто не знает предыстории, в двух словах скажу, что когда-то, когда я стала отращивать волосы, когда я чуть не оказалась и без длины, и без густоты, и это было несравнимо с тем, что я имею сейчас, я стала интересоваться в том числе и агрессивными. Я стала интересоваться также вопросом, а чем же я мою голову, чем же я буду ее мыть? И вот таким образом я стала изучать вопрос павов, агрессивных павов, и вообще, что это такое, и как это попадает, и как это взаимодействует непосредственно с нами. И примерно 6 лет тому назад я полностью отказалась от агрессивных павов, и я полностью отказалась от гелет для душа. И мои дети часто мне задаются вопрос, Яна, а чем моют голову твои дети? При помощи чего принимают душ твои дети? Могу сказать, что мои дети прекрасно себя чувствуют. Они не принимают душ с гелем для душа, они просто ополаскиваются водой. Мои дети достаточно, видимо, чистые, как наверняка и ваши. Ну а голову они моют примерно 2 раза в неделю с шампунем, либо просто ополаскивают с водой. Кстати, о том, что маленькому ребенку стоит ополаскивать воду просто голову, точнее просто водой, тем более новорожденному ребенку, тем более до года. Я узнала также от российского педиатра, еще когда родился Егор, она очень была удивлена, когда задала ей вопрос, а каким шампунем мне мыть Егора? И она сказала, зачем вообще вы его моете шампунем? Как раз-таки именно она научила меня ополаскивать ребенка и купать его в ванночке при помощи применения раствора ромашки. На самом деле, этому педиатру я очень-очень благодарна. И как раз-таки она сказала, что, в общем-то, дети до 6 лет вообще не нуждаются в том, чтобы мыть их голову, мыть их волосы, промывать шампунем. И если уж иногда она мне сказала, очень-очень хочется, какой-то шампунь она мне посоветовала из какой-то российской марки, я сейчас даже не вспомню, это было почти 13 лет тому назад. Так вот, с тех пор, точнее 6 лет назад, я стала интересоваться вопросами павлов, и с тех пор ни я, ни мои дети не моются, тем более составами, в которых имеются агрессивные павлы. Мы все их знаем, я все время их путаю. Но вот здесь конкретно написано Sodium Lauritsulfate. На самом деле, на русском это невозможно произнести. Это название, на которое всегда пишется на латинском языке. Но если вам интересно, забудите агрессивные павлы, вам выйдет список из самых часто используемых агрессивных павлов, которые, конечно же, содержатся здесь. Что вообще это такое? Это гель для душа, очень одной из известной спортивной фирмы. И когда Габрюшечка, который в прошлом году занимался футболом, поехал с папой в супермаркет, он увидел вот такой гель, который был, наверное, у всех, либо у каждого второго ребенка, который принимал душ, который в раздевалке мылся. А мой Габрюшечка, он мылся всегда, ну, кстати, парочка таких детей тоже было, мылись они всегда каким-то непенящимся составом, непахнущим ничем составом. Это, конечно же, были какие-то, повторюсь, био-составы, которые, к тому же, как правило, очень плохо пенятся, либо вообще не пенятся. Этим как раз-таки отличаются вот эти неагрессивные павлы. Даже можно не читать состав, если он не пенится на волосах, если он не пенится в руках, скорее всего, это растительного происхождения гели для душа, либо шампуни для волос. И, в общем-то, он увидел то, что есть у каждого второго ребенка, либо даже почти у каждого ребенка, и попросил папу купить. И я рассказывала, что мой муж, он, в общем-то, несерьезно к этим вопросам относится, и все бы, опять же, ничего, если бы я сама, как женщина, которая любит и ухаживает за собой, единственное, что я это делаю на свой лад, что называется, конечно же, я слежу за тем, чтобы моя кожа не шелушилась, чтобы моя кожа была мягкая, чтобы она издалека смотрелась хорошо, повлажненной, как минимум. Конечно же, я почувствовала разницу, применяла когда-то, я гели для душа, в том числе, и теперь не применяю. Ну и, в общем-то, он, не будучи человеком, очень внимательным к составам, купил в супермаркете такое чудо-средство, которое я спрятала с радостью большой, когда дети, когда мой ребенок закончил посещать спортивную секцию. К чему я все это рассказываю, дорогие зрители? Я рассказываю это снова к тому, что недавно это средство попалось мне под руку, и я решила им убраться, просто потому, что оно попалось под руку. Я взяла и на влажную тряпку, а тряпка мне сложила небольшое гостевое, так называемого полотенца, вот, наверное, вот такого формата, я взяла и нанесла примерно столовую ложку, не разводя в воде, прямо-таки на тряпочку вот этого средства. Любая хозяйка может предположить, как сильно оно вспенилось, и в одном из своих видео, старых-старых, я показывала, как пол чайной ложки шампуня, либо геля для душа, на самом деле, если вы начнете сравнивать, вы не увидите особой разницы в составах, либо вообще ее не увидите, бывают и такие средства, когда пишут вот это для волос, а вот это гель для душа, а по составу вообще никакой разницы не имеется, только, возможно, вот от душки, и цвет слегка другой, и, соответственно, только вот в этом у меня минимальная разница. Я показывала, как минимальный состав, две горошины, которые примерно мы наносим на волосы, конечно же, не разбавляя с водой, и мыли, вспенивая все это непосредственно на волосах, либо на теле, если речь идет о геле для душа, как сильно все это вспенивается в самом обычном ведре с водой, то есть я наливала струей из-под душа и добавила вот две горошины, и показала, какое огромное количество пены образуется, а мы используем зачастую для, собственно, гигиены раза в четыре больше, чем две горошины, опять же, если речь идет о том, что мы моем волосы, мы, возможно, моем лицо себе, я думаю, что ни для кого не секрет, что многие гели для души себе и лицо моют, а потом, возможно, удивляются очень сильно, почему шелушится кожа, и кожа сухая, так вот, ушла моя мысль куда-то, и я решила, да, помыть вот этим средством, просто потому что она попалась мне под руку, у меня образовалось огромное количество пены, я думаю, любая хозяйка себе может представить, и, внимание, у меня не было времени всю эту пену смывать, что я убирала конкретно, я протерла поверхности в виде полок, я протерла биде, я протерла ванну, все вот одной тряпочкой, периодически ее споласкиваю, но пена все равно у меня образовалась и оставалась, я протерла, конечно же, унитаз, многих удивляет, что я одну тряпку убираюсь, но я потом все тряпки дезинфицирую, да, это не проблема, есть специальные растворы, я, кстати, тряпки редко стираю в машине, по причине того, что, да, можно все равно дезинфицирующим раствором стирать, но мне почему-то как-то из вопроса гигиены, соображения гигиены, не хочется все это стирать в стиральной машине, но по мотивам гигиены я, конечно же, это не делаю в той последовательности, как назвала сейчас, но я также убрала душевую, у меня нет стекла, поэтому не могу сказать, насколько прекрасно это средство работает на стекле, но у меня было достаточно много, в связи с тем, что мы на каникулах, и я все больше была с детьми, уделяла внимание каким-то совместным прогулкам и совместному времяпрепровождению, в душевой кабине накопилось достаточно много известкового налета, тем более вода в Италии, в том регионе, где мы живем, часто меня спрашивают, какая вода, часто этот вопрос задается мне, опять же, под видео об уборке, а также под видео об уходе за собой, вода у нас очень жесткая, она максимально, наверное, жесткая, которая может быть, я почему знаю, потому что для кофемашины при установке всегда берутся пробы воды, они не меняются на протяжении последних 10 лет, сколько мы здесь живем, соответственно, вода здесь очень жесткая, и звездковый налет образуется очень и очень быстро, так вот, я протерла все это тряпочкой, на которой уже чуть-чуть осталось, чуть-чуть смылось этого прекрасного чудо геля, и у меня не было времени, повторюсь, смывать вот эту пену, которая начинала образовываться, просто от механического воздействия, она взбивалась тут же, я все оставила, и мы поехали, по-моему, даже куда-то гулять с детьми, когда через часов 5 я зашла в свою душевую кабину, внимание, это очень важно понимать, чтобы вообще задуматься о том, чем мы моемся, и как это все влияет на нашу кожу, как наша кожа по себе после этого может чувствовать, и как она может выглядеть, если мы будем продолжать этим средством пользоваться, либо если мы не будем этим средством продолжать пользоваться, так вот, внимание, при том, что пена не была смыта, когда она, по всей видимости, погасилась сама по себе, у меня нигде не осталось никаких разводов, зрители, которые давно на моем канале знают, как много у меня стекла, в ванной тоже все поверхности, тумбочек, это стеклянные поверхности, нигде не было ни одного развода, а смеситель, на котором было очень много известкового налета, от брызг капель, которые остаются, а также шланг душа тоже был полон этого известкового налета, там тоже я протерла всего один раз, я не прилагала никаких усилий, я просто протерла, Так вот, ни одного следа от известкового налета просто не осталось, то есть минимум физического труда и усилия, ничего я не смывала, поверхности блестящие, поверхности матовые, где они должны быть матовыми, поверхности совершенно без известкового налета. Ну и в общем-то, что я хочу вам сказать, дорогие зрители, у меня появился еще один фаворит, я посмотрю, сколько стоит этот гель, потому что в среднем пол-литра, хотя нет, это не пол-литра, это сколько получается, наверное, 200 миллилитров, 250 миллилитров средства моего любимого, Бонтино Провис, стоит примерно евро, там большая упаковка, наверное, пол-литра все-таки там будет, стоит какие-нибудь 3 евро, на самом деле я не знаю. Кстати, если вы будете вот такое средство использовать для уборки, я вас уверяю, что даже на такую большую квартиру и площадь, какая у меня и какую мне приходится убирать, вам хватит этого средства на год, прежде всего потому, что оно прекрасно пенится, у него минимальный, минимальный просто расход. Именно поэтому для меня на данный момент ничего лучше, чем шампунь, Бонтино Провис для уборки просто быть не может. Но, возможно, возможно, вот этот прекрасный гель для душа, мне нужно посмотреть, сколько же все-таки он стоит, возможно, имея вот такой очень явный химический аромат, который, кстати, сохраняется не меньше, чем запах Бонтино Провис, хотя запах Бонтино Провис мне нравится чуть больше, такая кислотная малина, химическая малина точнее, а здесь прямо-таки явно какой-то намек на спорт, то есть такой-то мужской аромат, могу сказать, что, возможно, это тоже средство станет моим фаворитом для уборки. Задумайтесь, что вы наносите для личной гигиены, для использования каждодневного, возможно, попробуйте не пожалеть столовую ложку этого средства на 5 литров воды, попробуйте убраться этим средством, и, возможно, это заставит вас посмотреть на привычную ситуацию под другим ракурсом. На этом я с вами прощаюсь, желаю всем, прежде всего, красивой кожи, потому что именно об этом шла речь в этом видео, ну и быстрых уборок, конечно же. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока!